Всем привет снова! Здравствуйте! Скульпт из Альфа 6. Делаем енота ракету. Решил я посвятить пару роликов этой программе. Уже более досконально разберем как она работает. Кстати, очень прикольная программа. Многие работают в 3D Max, в Blender совместно с The Brush, используют другие программы. Я решил, что для моделирования прикольно использовать скульпт из Альфа 6 и The Brush. Всё, погнали! В этом ролике будем делать тело. Уменьшаем сферу колёсиком, ставим кисть побольше, вот так вот переключаемся на граб. И вот так вот делав, всё это вытягиваем сверху и вытягиваем снизу, чтобы получился вот такой у нас причиндал. Чуть-чуть вдавливаем заднюю часть, вот так вот, и немножко здесь вот так подкорректируем. В принципе, всё, заготовка для тела готова. Готово. Теперь включаем драф, вот это вот, и выключаем клей, у кого есть включенная она. Так, ставим кисть чуть-чуть опять побольше, и вот так вот рисуем, накидываем массу. Для чего это делается? Чтобы вытянуть руки. Опять же, всё здесь примитивно поначалу, но всё будет нормально. Сделаем классную ракету. И вот так потихоньку, именно вот с этой части, с плеча вытягивайте, чтобы не тянуть за одно место, вот за это. Тогда начнёт ломаться. Так, вот так вытягиваем. Здесь поджимаем, и вот здесь чуть-чуть можно сплюснуть. Руки потом откорректируем, сбоку это получается пока вот так. Так, теперь нам нужны ноги. Правое окно по мыши модель поднимает, передвигает. Точно так же делаем ноги. Приключаемся на драф. Накидываем массу вот сюда, вот так. Интенсивность можно поменьше ставить, чтобы прикольно работать. Если интенсивность больше, уже быстрее всё это дело как-то накидывается, и идёт ломка. Так, вот в таком духе пока вытянем, и немножко вот так вот вытянем вперёд. Вот таким вот образом. Эту часть немножко подожмём, вот так вот. И можно их немножко свести, поближе поставить, вот так вот. Так, следом что делаем? Сначала всё это опять же неказисто, непонятно что это, да? Ну, всё будет опять же хорошо. Опять ставим граф, альком поднимаем, колёсиком приближаем, и накидаем массу вот сюда вот. Обязательно надо накидывать массу, потому что сетка получается, вы видите, что вытягивается, и приходится её уплотнять, чтобы потом не было ломки. Опять же, можно всё это дело выглаживать, но это я потом покажу в процессе. И ставим граб опять, и вот это дело всё вот так вот вытянем вперёд. Здесь чуть-чуть вот так вот пятки подкорректируем, ну и в принципе пусть пока она в таком виде и побудет. Сетку отключу пока, чтобы было нормально объяснять. Вы видите, что в принципе очень мало движений, очень мало кистей требуется для того, чтобы что-то сделать так. Ну и теперь прессуем. Вот болванка, вот такая у нас заготовка уже есть. Её можно, конечно, ещё подкорректировать вот здесь вот спину, чуть-чуть вот так вот уменьшить, где-то подтянуть. Где-то прибрать вот эти части ребра, вот так потоньше сделать. Ну в принципе вот shift, правая кнопка мыши выравниваете, когда вы увидите, что она чуть-чуть боком стоит. И можно её вот так вот немножко подтянуть. Вот таким вот образом. Часть вытянуть, часть подтянуть. Теперь давайте ракете задницу поднакидаем, но здесь уже можно клеем или для начала можно массу, конечно, вот так вот без клея накидать. Так, это есть такое дело. Опять же можно поднакидать вот сюда, можно поднакидать вот на эти части немножко массы. И давайте наметим теперь колени. Уменьшим немножко перо. И вот здесь вот так вот поднакидаем именно колени. Вот таким вот образом. Также можно поднакидать здесь голеня, вот эти мышцы. Вот так вот для начала пойдёт. У ракеты вы видите, что к ступням идёт очень тонкая нога. Всё это дело я сейчас объясню, как будем делать в процессе уже. Теперь включаем криз. И давайте немножко интенсивностью так вот уменьшим тоже. И кризом вот так всё это дело наметим. Где у нас будет живот, где будет ребра, где будет у нас именно вот эта вот часть крылья. Немножко надо опять же подучить анатомию. Кто не знает, вот таким вот образом поясницу. И немножко приблизим shift правая кнопка мыши и alt правая кнопка мыши. И вот эти части вот так вот немножко отметим. Опять же всё рисуем, просто намечаем. А потом уже по рисунку вот здесь вот можно уже использовать флаттен. Вот так вот где-то подмять, где-то в бок увести. Можно здесь уже интенсивность чуть-чуть побольше включить. Так, вот таким вот образом. Здесь теперь кризом можем наметить именно паховую часть вот эту. вот так вот. И вот эту часть вот именно боковую, где будет талия. Так, теперь можно поставить уже клей и клей им уже потихоньку где-то набрасывать. Кстати, вот клей, что в The Brush, что в Sculptris очень прикольная кисть. Вот так поднакидать можно. Здесь можно, вот опять же, уменьшив кисть, можно сделать вот такую вот часть. У каждого есть, можете пошупать на себе. Вот такая она пустотелая, чуть-чуть вдавленная. Сейчас я вам её покажу. Вот так мы её чуть-чуть утопим. Вот так. Здесь будет уже мышца, сухожилия и так далее. Опять же, грабом можно голеня вот так вот добавлять. Здесь можно вот так это всё дело уплотнять. Использовать именно вот размер кисти. Так. Ну всё вот, в принципе, ноги намечены. Так. Теперь опять же поработаем флатоном. Именно пройдёмся вот так вот по ребрам. Придадим тут форму тела. Вот так вот. Немножко по талии проведём. И наметим теперь, где у нас будет горло. Вот горло будет тут. Кисть можно уже побольше поставить. И вот так всё это здесь сделать, типа ключицы. Так. Теперь наметаем вот эту часть. Здесь будут подмышки. Вот так вот. Опять же, их можно вдавить. Клей убираем. И вот так всё это дело здесь можно преобразить. Вот так вот. Так. Следом нужно поработать с руками. Вы видите, что они вперёд выданы. Теперь мы их можем вот так вот увести. И чтобы их уменьшить, можно их просто выгладить. Сделать кисть побольше. И вот так всё это дело подгладить. Всё равно рука получилась большой. Если у кого-то такая же проблема, не печальтесь. Немножко поработаем с глаживанием флаттеном. И всё будет хорошо. Вот так придадим форму руки. Здесь немножко тоже вдавим. Теперь немножко грабом пройдёмся. Вот так вот растянем. И немножко грабом можно вот так вот уменьшать размер вытянутой детали. Вот так. Здесь наметим локоть немножко. И вот эту часть плечевую подадим чуть-чуть к телу. Вот так. А вот эту часть, вы увидите, где плечо должно быть, можно её вот так ещё вдавить. И вот так вот приподнять. Здесь также можно кисти всё дело это уменьшить. Вот так всё это вдавить. Здесь будет потом бицепс. Подкорректируем его. И вот так вот здесь вот наметать. Вот таким вот образом. Так, здесь можно ещё немножко добавить мясца. Вот так вот. И немножко везде вот так это всё дело сгладить. Смягчить. Вот таким вот образом. Если поставить интенсивность побольше, то интенсивность, вы видите, что руку ещё более корректирует. Можно её ещё уменьшать. Вот так вот. Так, следом, что ещё можно сделать? Вот эту часть горла можно подать чуть-чуть вперёд, вот сюда, вот так вот. Так. И немножко вот эти ребра чуть-чуть вот так вот подтянуть к верху. Вот таким вот образом. Вот вы видите, что уже вырисовалась, нарисована классная модель будущая. Смотрите с разных ракурсов, чтобы именно изгиб спины вот этого таза. Вот задница у енота маленькая. Поэтому можно это всё дело уменьшить кисть и вот так вот её ещё уменьшить. А живот можно немножко еноту вот так втянуть. Вот таким вот образом. Чуть-чуть уменьшим спину. Всё-таки он не геракл, но что-то вот в таком духе уже получается. Так, колёсиком приближаем Alt, правая кнопка мыши, вертим, крутим. И немножко вот здесь вот всё надо будет ещё проработать. Возьмём Flatten и вот эту часть уже будем работать именно Flatten. Интенсивность можно побольше поставить в этом месте. Вот так вот. И немножко вот так вот пройтись по мышцам. Так, надо же теперь разобраться именно вот в шее. Ставим Grab и вот так всё это дело уплотняем. Теперь ставим Flatten и вот так её прям не бойтесь. Вот здесь вот верхнюю часть сплюсните, сделайте более плоской. Вот так вот. И немножко вот так вот попроходите по ней. Она уплотнится и уже вы видите, что прикольно будет выглядеть. Грудную клетку тоже можно немножко вот так вот попроходить. Опять же прибрать чуть-чуть подмышками и немножко вот так вот оформить руку. Вот таким вот образом. Вот так где-то её придать ей форму кости, чтобы потом уже можно было наносить мышцы. Вот такая вот заготовочка получается. Если поставить интенсивность чуть-чуть поменьше, а кисть побольше, то можно даже вот так вот вводить по модели и она будет её округлять. Также можно использовать Shift и левая кнопка мыши, она будет сглаживать. Не надо переключаться. Вот если вы даже находитесь на граве, то можно именно сглаживать Shift и левая кнопка мыши. Так, теперь что можно сделать? Приподнять немножко грудь. Вот так вот. Уменьшить размер кисти. И вот так ещё увести эту часть. Немножко добавить плеч. Вот таким вот образом. И поработать можно ещё с ногами. Вот то, что мы вытянули, вы видите, что она как-то неказиста. Опять же нам в этом поможет Flatten. Он вот так всё это дело может пригладить для будущей нашей работы. Подготовить. Вот так вот. Вот эту часть, вот тоже вы можете её прибрать Flatten. Потому что здесь потом будут пальцы. Пусть будет вот такая болванка. И вот этот подъём ноги вы можете также Flatten подкорректировать. Вот так вот придать ему вид более-менее правильности. Вот так вот. В ZBrush потом всё это можно будет обрезать. Где-то добавить пальцы. Это уже не проблема. Делаем болванку, как всегда. Раз в скульпте есть очень хорошая программа для болванок. Я опять же повторяюсь. И вот такая вот получилась болванка у нас для ракеты. В принципе, с ней уже можно работать. Она уже именно на стадии доработки мышц, которые можно уже именно в ZBrush накидывать, корректировать и так далее. Объём можно также вот в Skyl есть. Вот вы наводите, когда на модель. И можете вот регулировать размер той или иной детали. Ctrl-Z всё это дело возвращает назад на один шаг. Бывает, если программа вылетает, то бывает не сохраняются именно там две-три последние детали, которые вы делали. Программа бывает их выкидывает. Ну и что ещё можно сделать? Давайте накидаем именно вот эту кисть, которую будем потом крепить пальцы. Как это делается? Можно сделать криз и вот так всё это дело немножко тут давить вот эту часть, вот наметить вот так вот. И потом можно вот так это всё дело, прибавив интенсивность, перекручившись на граб, можно вот так всё это дело чуть-чуть подкорректировать. Вот здесь сделать потоньше, потому что вы видите, что в ракете именно вот эта часть очень маленькая. Её можно ещё уменьшить. Вот так вот. И опять же можно кризом поставить побольше интенсивность и кисть. И вот так всё здесь именно наметить, вот так вот сделать прорезь вот таким вот образом. И немножко вот эту часть ещё при большей интенсивности можно её уменьшить, сделать маленькой. Вот так. А теперь флатеном можно вот так её немножко подкорректировать. Также можно здесь, используя криз, сделать намётку на плечи, вот так вот, и отметить именно бицепс. Вот так вот. и поработать уже клэем. Где-то поднабросать, где-то если что-то убрано много. А грабом можно вот так ещё всё это дело подкорректировать. Так, рука получилась маловатая, можно вытянуть и вот эту часть тоже немножко побольше сделать. А вот эти ребра чуть-чуть уменьшить, сделать, чтобы он был худощавый. Вот так ещё грудной клетки прибрать. Теперь всё это дело руку можно выгладить. Вот таким вот образом. И добавить ему локти. Опять же, можно и здесь ещё поднабросать вот так вот мышцы. Более-менее наметить просто пока. так, всё выглаживаем и добавляем теперь драф, уменьшаем, убираем клэй и попробуем локоть нарисовать. Немножко прибавить уже можно интенсивность. Так, вот здесь будет локоть. И вот это грабом, вот эту часть уже увести. вот так вот. Вот так вот. Всё ненужное сглаживаем. Теперь поднакидаем клэем именно чуть-чуть в зад. Вот так вот. Ну и немножко прорежем кое-где. Вот так вот. Вот такая заготовка получилась. Всё, в следующем видео рассмотрим, как сделать кисть, и уже, может, будем начинать собирать модель именно The Brush. Всё, всем пока, до свидания.